Вот это, наверное, самый дорогой кубок для нас, после чего мы вошли в премьер-лигу, доказав в крае, что мы лучшие. А потом было еще участие в высшей лиге КВН. Теперь новые планы. Людвиг Буюклян, член известной в стране команды «Краснодар-Сочи», будет заниматься развитием городского клуба «Веселых и находчивых». Тем более, что теперь делать это есть где. В Сочи появился свой дом КВН. Помещение на улице Тимирязева выделили местные власти. Уже сегодня здесь проходит отбор команд для участия в городской лиге. Раньше КВН могли мечтать о таком помещении. Нам помогали меценаты, где-то друзья, где-то что-то мы сами выступали. В общем, как видите, привели в порядок это помещение. За новый дом КВНчики благодарили мэра Анатолия Пахомова на специальной встрече. Речь шла о развитии в городе юмористического движения, а точнее о его возрождении. Я же вижу, что это ребята, которые хотят чем-то увлекаться, чем-то заниматься и хотят прославлять Сочи. Очень поддерживаю. Мне очень приятно, что у нас появляется Сочинская лига, да, и что в рамках этой Сочинской лиги, я думаю, что чем больше будет вовлечено молодежи в это направление, это будет тоже замечательно. Естественно, что надо готовить и подрастающий молодежь. Это не из-за того, что вы сейчас здесь сидите. Я всегда говорю с теми людьми, с которыми я встречаюсь, я говорю о том, что не было еще главы до вас, который действительно столько уделял внимания молодежи, а КВНу это точно. Сегодня команда КВН есть при каждом городском вузе, рассказывают КВНчики. Задачи, отметил Анатолий Пахомов, сборные юмористов должны быть и в каждой школе, ведь Сочи – город с богатыми КВНовскими традициями. Бабушка, Серанова, а где в Сочи можно снять квартиру за 100 рублей? Здесь недалеко, в 1976 году. В начале 2000-х сочинскую команду «Утомленный солнцем» знала вся страна. В своих выступлениях юмористы много рассказывали о Сочи, прославляли родной город. На этих кадрах рядом с Михаилом Галустяном Павел Стишенко, а сегодня сотрудник городской администрации. Именно такие люди, которые знают КВН изнутри, подчеркнул Пахомов, должны помогать начинающим юмористам. И поручил Павлу Стишенко курировать городскую лигу. Первая игра в ее рамках пройдет 14 декабря в Зимнем театре. Заявки на участие уже подали более 15 студенческих команд. Кроме того, в качестве гостей на открытие сезона приедут гости из Анапы, Баку, Краснодара. Веселые находчивые будут сражаться за кубок мэра города, шутить на тему новоселья в честь открытия дома КВН. Кстати, Анатолия Пахомова КВНчики пригласили на игру и не просто зрителям, в качестве члена жюри. Татьяна Нагорская, Ольга Десятого, Николай Тихонов, Борис Осин, телекомпания ФКТ. Ольга Десятого, Николай Тихонов, Борис Осин, телекомпания ФКТ.